Дорогие друзья, зрители и гости канала Сам Себе Агроном, здравствуйте! Меня зовут Константин и в этом выпуске мы поговорим с вами про формирование баклажанов. Как необходимо правильно делать обрезку, что нужно удалять, а что нужно оставлять, на что нужно обратить самое главное внимание при формировании баклажанов, для того чтобы действительно можно было собрать достойный урожай с одного куста. Итак, приступим! При работе с баклажанами можно использовать два инструмента. Это либо секатор, либо садовые ножницы. И то, и то, в принципе, использовать удобно. Но я предпочитаю всегда использовать именно садовые ножницы, потому что у них острый такой вот кончик и удобнее все-таки делать всякие обрезки. Залезать в труднодоступные места. Как вы видите, у меня тут достаточно густо все сейчас разрослось, и я до этого времени не делаю никакие формировки. То есть даю баклажанам в первую очередь завязаться, то есть чтобы все цветочки у меня образовали зависть. Ведь если делать поэтапную обрезку, то мы можем столкнуться с такой неприятностью, как опадание наших завязей. Растение будет в стрессе, и все, что завязалось, может отвалиться. Поэтому я всегда жду того времени, когда уже будут явные такие, скажем так, завязи, уже сформировавшиеся баклажанчики, и после этого приступаю к формировке их. Что я делаю, дорогие друзья? Как я формирую? Как я избавляюсь от этого леса? Давайте с вами детально, наглядно, на примере некоторых из моих растений я вам покажу, что я начинаю делать и как я все укорачиваю. И вот на примере вот этого баклажана я вам сейчас покажу, как я в принципе формирую баклажаны. Во-первых, начинаем с удаления нижних листьев. Они нам не нужны, они только делают загущенность у баклажаны. Можно отрезать, можно вот так вот просто их выламывать. Что мы смотрим дальше? Дальше мы смотрим на пасынки. Какие есть пасынки и как они себя ведут. Видим, что есть небольшие пасынки, и лучше их удалить. Есть цветочки, есть большие пасынки, вот такие вот, с небольшими отходящими пасынками. И тоже все это мы удаляем, выламываем. Поднимаемся выше, и такой пасынок просто ограничиваем в росте. Получается у нас вот идут цветочки, цветочки идут, и будет тоже баклажанчик. Вот. И проделываю такую процедуру я в принципе всегда, постоянно со всеми, со всеми, со всеми баклажанами. То есть все, что выходит из пазухи листа, и потом мне нужно это ограничить в росте, я это ограничиваю в росте. Получается вот такая вот красивая штучка, которая отдаст урожай. И так я поступаю с каждым из своих растений. Пасынки можно, кстати говоря, даже тоже выламывать. Вот. Можно ножницами работать. Кому как удобно. Главное, чтобы внутри куста было не загущено. Если будет загущенность у баклажана, то чаще всего мы получаем плохие завязи, потому что нет опыления. Ведь все-таки баклажан это паслен, и для опыления ему нужно хорошее проветривание. Вот. Зачем я ограничиваю баклажан в росте? Да дело все в том, что сейчас уже середина июля, и если оставить его вегетацию в том состоянии, в котором она есть, то по большому счету мы не получим с вами с верхних цветочков какие-то завязи, какие-то баклажаны. Нам нужно, чтобы у нас сформировался урожай на текущем состоянии, на текущих побегах, и мы получили его вовремя, то есть до наступления неблагоприятных температур, когда баклажан у нас может заболеть. Поэтому я всегда беру и именно в середине июля приступаю к этой обрезке для того, чтобы ограничить и точку роста, и убрать лишнюю загущенность в виде пасынков, и перенаправить на самом питании, чтобы растение у меня было продуктивным и отдало урожай так, как ему положено быть отдать. Вот все пасынки я удаляю, выше поднимаюсь, ограничиваю в росте. В росте ограничиваю по первый лист после цветочной кисти, цветочной завязи. Все. Вот это, в принципе, баклажанчик у меня сформирован уже сейчас перед вами. Вот здесь в масштабе можно видеть уже, в принципе, то, что я сформировал раньше по времени, и как себя ведет урожай. То есть мы видим, что вот висят баклажаны, вот идет основной ствол, вот мы видим, что ствол я укоротил, вот он обрезан. Здесь все-все-все завязано. Кстати говоря, когда у вас цветочки, завязь завязалась, цветочек остался, желательно руками все это удалять, потому что цветочек может загнить, и баклажанчик тогда испортится. Вот. То есть я беру и еще вот так вот всегда цветочки все снимаю, чтобы все было чисто, все было хорошо, и никаких гнилей не было. И вот так вот у меня баклажанчики стоят. Я их не подвязываю, они у меня стоят очень крепко, очень устойчиво. Урожайность с каждого куста большая. Получается порядка 5-6 килограмм на одном кусте. Средний вес одного баклажана в обычном товарном виде составляет 400-500 грамм. То есть на одном таком баклажане я вывожу порядка 10-12 баклажан. То есть давайте подведем итог, как формировать баклажаны. Удаляем всю загущенность, все листья, чтобы не притеняли наши баклажаны. Поднимаемся выше по всем стволам и удаляем все пасынки из пазухи листа. То есть вот можете видеть, что у меня все-все-все пасынки все удалены. Как только мы уже имеем с вами баклажан достаточной высоты, то удаляем еще и прищипку, делаем его, ограничиваем в росте. И все, баклажан прекрасно с вами был Итнан Гейсуражей.